Друзья, если у вас нет возможности читать повесть Джека Лондона «Зов предков», смотрите это видео. Это история о собаке, которая после многих приключений нашла своё место среди волков. События повести происходят в Канаде во времена золотой лихорадки. Написал повесть Лондон в 1903 году. Итак, пёс Бек жил себе счастливо на юге Америки и не мог знать, что скоро его и других больших сильных собак с длинной тёплой шерстью ждут перемены. А всё потому, что люди где-то на севере нашли какой-то жёлтый металл, который они считали очень ценным. Тысячи людей мигом ринулись на север искать золото. Этим людям нужны были собаки крупной породы, сильные, годные для тяжёлой работы, с густой и длинной шерстью, которая защитит их от морозов. Бек жил в большой усадьбе судьи Миллера. Здесь он родился и прожил четыре года. Там были и другие собаки, но Бек среди всех был главным. Он плавал в бассейне, ходил на охоту с сыновьями судьи, сопровождал его дочерей, когда они шли на прогулку. В зимние вечера Бек лежал у ног судьи перед пылающим камином. Он катал на спине внуча от судьи или кувыркался с ними в траве. Отцом Бека был огромный синбернар, а матерью – шотландская овчарка. Это случилось осенью 1897 года. У садовника был помощник Мануэль – любитель азартных игр и не самый удачный. И вот однажды, когда их никто не видел, этот Мануэль украл Бека, который доверял ему. Мануэль продал собаку, и вот тогда поводок Бека впервые оказался в руках чужого человека. Бека зарычал, но чужак так сильно сдавил верёвку на шеи, что пёс чуть не задохнулся. Человек был сильнее. Бека швырнули в товарный вагон. Его куда-то везли в клетки, и он не мог понять, что человеку от него нужно. Путь был долгим. Фургон, паром, поезд. Бек ничего не ел и не пил. Он заболел. В таком состоянии он был готов наброситься и растерзать любого. Поезд добрался до Сиэтла. Это город возле Канады. Клетку с Беком выгрузили, и его новым хозяином встал мужчина в красном свитере. Он взял дубину, чтобы сразу показать псу, кто здесь главный. Ранее Бека никто палкой не бил, поэтому он не знал её силы. Два сильнейших удара быстро его отрезвили. Но Бек продолжал бросаться и бросаться. И каждый раз человек бил его. Наконец Бек сдался. Из носа, пасти и ушей текла кровь. Человек ещё сделал контрольный сильнейший удар по морде. У пса уже не было сил атаковать. «Его зовут Бек», – прочитал мужчина сопроводительное письмо. «Ну, Бек, пошумели мы с тобой. Давай теперь всё сначала. Забудем о нашем знакомстве. Если будешь послушным, всё у нас будет хорошо. Станешь буянить – я из тебя дух вышибу». Мужчина гладил Бека по голове, пёс терпел. Затем человек принёс ему воды и мясо. Бек наелся и напился. Пёс усвоил урок. Пока у человека есть дубинка, он сильнее. Время шло. Бек видел, как много разных собак привозили его хозяину. И, как он всегда, укращал их всех. Одна собака, не желавшая смириться, погибла. Бек уважал силу хозяина, но не любил его. Он видел, как другие люди приходили к хозяину, а затем уводили с собой собак. А однажды пришли и за ним. Это был работник канадской почтовой службы француз Перро. Он купил Бека за 300 долларов. Хорошая сделка. Перро понимал толк в собаках. Он сразу понял, что Бек – удивительный пёс. На пароходе Перро ожидал его друг-здоровяк Франсуа. Перро и Франсуа были справедливыми, спокойными. Бек проникся к ним уважением. С каждым днём погода становилась всё холоднее и холоднее. А однажды пёс увидел на палубе какую-то белую грязь. Такая же белая каша падала сверху. На новом месте Бек был шокирован. Из цивилизации он оказался в каком-то первобытном мире. Здесь нужно было постоянно работать. Здесь везде нужно было быть насторже. Здесь царили закон дубины и клыка. Бек видел, как один пёс в одно мгновение разобрался с другим, разодрав его. – Блин, где это я? – думал Бек. – Где моя тёплая южная усадьба? Когда Франсуа надел на Бека упряж, пёс подумал. – А я что теперь лошадью стал? Вы там совсем люди офонарели? И Бек вместе с другими собаками стал ездовым псом. Вожаком упряжки был шпиц. Бек очень быстро понял, что от него требуется. Ночевать Бек пришёл в палатку к людям, но его выгнали на мороз. – Люди, вы чего? Там же это… холодно? – сказал бы Бек, если бы мог. Он не мог понять, как спать-то в такой мороз. А затем увидел, что другие собаки зарылись в снег и спали в нём. – Да ладно, – подумал Бек. – Серьёзно? Он вырыл себе яму в снегу, улёгся, согрелся и уснул. Наутро Перо и Франсуа были довольны тем, что Бек сам смог сориентироваться. Они поехали развозить почту. В упряжке было девять собак. Они бежали с азартом. Бек тоже. Его поместили между опытными собаками, чтобы он обучался у них. Когда Бек всё делал правильно, его не трогали. Когда он косячил, его покусывали. Каждый день собаки преодолевали большие расстояния. Бек уставал, он не наедался тем количеством рыбы, которую ему давали. Сначала другие собаки воровали еду Бека, которую он ещё не научился быстро есть. А уже потом Бек и сам воровал у других. Бек адаптировался к окружающей действительности. По-другому нельзя, иначе смерть. Это на юге был закон любви и дружбы, уважения и чести. А здесь нет. Выживает самый приспособленный – закон дубины и клыка. Налёт цивилизованности спадал с Бека, он возвращался в первобытное состояние. Он дичал. Его мускулы становились железными, он перестал реагировать на мелкую боль, научился есть всё подряд. Это была заслуга его первобытных инстинктов. В холодные ночи Бек поволчьи выл на звёздное небо. Бек и Шпиц ненавидели друг друга, но Бек в прямой конфликт с ним не лез. А вот Шпиц, чувствуя угрозу от Бека, всегда старался спровоцировать его на смертельную схватку. А однажды это ему почти удалось. Шпиц занял нору, которую для себя вырыл Бек. Бек не стерпел такого неуважения и напал на засранца. Тогда не получилось выяснить между собой отношения, в их лагерь прибежали голодные собаки из индейской деревни. Они бросались на всё, что напоминало еду. Ездовых собак они тоже атаковали. Перро и Франсуа отбивались как могли. И как раз во время битвы Бека с чужаками Шпиц напал на него. В общем, все девять ездовых собак после той драки остались живы. Но многие из них получили очень тяжёлые ранения. Франсуа волновался, чтобы они не стали бешеными. А до Доусона нужно было ехать ещё 400 миль. Мда, задачка. Через несколько дней взбесилась собака Долли. Она бросилась на Бека. Бек подумал, ну его нафиг, и бросился от неё убегать. Вот только бешеная Долли не отставала. Помог Франсуа, который позвал Бека к себе. Когда собаки пробегали мимо него, он топором остановил Долли. Но тут же Шпиц напал на уставшего Бека. И снова Франсуа помог. Он так долго и сильно бил Шпица, как никого другого из упряжки. «Однажды Бек разделается с ним», – сказал Франсуа своему другу. Шпиц был вожаком упряжки. Он видел в Беке скрытую угрозу своего лидерства. Бек и сам не скрывал своего желания стать вожаком. Он заступался перед Шпицем за тех собак, которые косячили. Дисциплина падала, а это значило, что лидер не справляется. Неминуемая схватка приближалась. Наконец упряжка добралась до Доусона. Через неделю с новой почтой нужно было возвращаться. Вот только слаженности в упряжке не было. Собаки откровенно игнорировали Шпица, потому что знали, что за них заступится Бек. Франсуа понимал, из-за кого всё испортилось, и ждал, когда же собаки между собой разберутся. Однажды ночью собаки учуяли Зайца и побежали за ним. Бек бежал впереди всех. А вот Шпиц бежал не за всеми, а на перерез. Он первым вонзил зубы в Зайца. Бек завидовал. И вот тогда он атаковал соперника. Бились долго, морды у обоих были в крови. Наконец Беку удалось перекусить левую переднюю ногу Шпица. Дальше уже было легче. Затем та же участь постигла правую ногу. Шпиц был повержен. А остальные собаки растерзали его. Утром Франсуа осматривал раны Бека. Шпица нигде не было. Человек всё понял. «Теперь дело пойдёт на лад», – сказал Франсуа. Бек подошёл к месту вожака в упряжке. Но Франсуа стал впрягать другую собаку, более опытную. Бек отогнал её. «Бек, давай топай отсюда. Рано тебе ещё быть вожаком». Франсуа не хотел впрягать Бека. Но пёс не соглашался на другое место. Да и другие собаки понимали, кто теперь среди них новый лидер. Целый час Франсуа и Перро пытались поймать Бека. А потом сдались. Франсуа считал, что лучшего вожака, чем Шпиц, у него не было. Он ошибался. Лучшим стал Бек. Он сразу навёл порядок среди собак, и теперь все трудились на полную. Упряжка неслась с бешеной скоростью. Так быстро Перро и Франсуа никогда не ездили. Напомню, что Перро и Франсуа работали на государственную почту. А значит, все ездовые собаки принадлежали не им лично, а почтовой службе. И вот вышло новое распоряжение – Бека и других собак продать. Франсуа со слезами прощался с Беком. Новым хозяином собак стал какой-то шотландец. И собаки снова поехали в Доусон. Их было много – около сотни. После нескольких схваток Бек стал главным среди всех. Обычно в Доусоне собаки отдыхали дней десять, а тут их через два дня снова погнали обратно. Собаки были переутомлены. Некоторые не выдерживали. Тогда их пристреливали. Дорога из Доусона в Скагуэй заняла тридцать дней. Собаки были измучены в конец, лапы стёрты, вступать было больно. Бек заметно похудел. Люди тоже устали долгой дорогой. Но нужно было снова ехать в Доусон. Уставших собак продавали, чтобы вместо них купить свежих. На четвёртый день всю упряжку Бека почти за бесценок купили два американца – южане. Их звали Хелл и Чарльз. Абсолютно левые пассажиры в таком холодном месте. В их палатке было грязно. Хоть там и жила Мерседес – жена Чарльза и сестра Хелла. Вещи в нарты они грузили бестолково, потому что не умели. Люди ухмылялись, глядя на такие сборы. Они понимали, что нарты перегружены. «Да вы хоть палатку не берите с собой. Весна уже, холодов не будет», – советовали они. Конечно, клоуны не послушали советов от бывалых. Собаки рванулись, напряглись, но тут же остановились. Им не под силу было сдвинуть нарты с места. Хелл сразу хотел их отлупить. «Это хорошие собаки, но им нужен отдых», – снова сказали люди. «Ничего подобного, ерунда. Их бить нужно». Хелл был дебилом. Он начал бить собак, но те никак не могли сдвинуть с места тяжеленные нарты. «Да у вас полозья примерзли. Лёд сначала отбейте, клоуны!» – говорили люди. Когда Хелл отбил лёд, собаки смогли сдвинуть нарты с места. На первом же повороте вся кладь рассыпалась. Нартами ведь ещё нужно уметь управлять. И правильно крепить кладь тоже нужно уметь. Но это не про Хелла. Бэк с собаками почувствовали облегчение и радостно бежали дальше. Даже не слушали того клоуна, который дико кричал, чтобы они остановились. Хелл упал. Собаки бежали и всё разбрасывали по улицам города. Люди хохотали. Уже позже они остановили собак и помогли собрать рассыпанные вещи. Клоунам советовали оставить половину поклажи здесь и докупить ещё собак. Расставаться с вещами было нелегко. Мерседес плакала. Вечером клоуны купили ещё шесть собак. Теперь их стало четырнадцать. Но те новички никуда не годились. Четырнадцать собак – это много, для них нужен вагон еды. Но клоуны об этом не знали. Наутро собаки отправились в путь. Бэк понимал, что добром эта поездка не кончится. Из-за неумелых действий трёх оленей упряжка проходила в день очень малое расстояние. Было ясно, что собакам не хватит корма на весь путь. И вот однажды Хэл увидел, что половина корма уже съедена. А прошли они только четверть пути. Хэл пристрелил первую собаку, которая уже не могла выдерживать нагрузку. Собаки-новички, непривычные к таким нагрузкам и голоду, померли одна за другой. Клоуны постоянно ссорились. Мужики говорили «Мерседес» слезть с нарт и самой идти на лыжах, чтобы собакам было легче. Но жирная, тупая овца только плакала и не слезала. Вскоре закончилась еда для собак. Они страшно похудели. Но клоуны продолжали их бить, требуя, чтобы они бежали дальше. Их осталось семь, затем шесть, затем пять. С каждым днём весна всё больше вступала в свои права. Озеро Юкон, по которому бежали собаки, начало подтаивать. Клоуны подъехали к стоянке, где жил Джон Торнтон. Они хвастались. «Нам говорили, что мы не доберёмся по льду, а мы добрались». И правильно говорили – лёд может тронуться в любой момент, вам повезло. Джон ничего не советовал. Он понимал, что эти люди его всё равно не послушают. Да и мир ничего не потеряет после гибели трёх идиотов. Вот собак жалко. Клоуны снова засобирались на лёд. Побоями они заставили собак подняться. Но только не Бека. Бек лежал, даже когда его били. Он чувствовал, что если он встанет и повезёт нарты, то впереди его ждёт смерть. Хел яростно избивал Бека. И потихоньку жизнь покидала его. Не выдержал Джон Торнтон. Он бросился на Хела. «Если ты ещё раз ударишь его, я тебя убью», – сказал Джон Хелу. Хел выхватил нож. Джон легко выбил его, а затем освободил от упряжи Бека. Клоуны выехали на лёд. Бек и Джон смотрели им вслед. Вдалеке они увидели, как нарты ушли под лёд. Все погибли. Джон гладил Бека. Пёс лизал ему руку. В долгие весенние дни Бек спокойно лежал на берегу и восстанавливал свои силы. Раны заживали, мускулы крепли, Бек набирал вес. У Джона было ещё две собаки, они сразу приняли Бека. Здесь Бек впервые страстно полюбил человека – Джона Торнтона. Джон спас ему жизнь, он был хорошим хозяином. Джон ласково обзывал Бека всякими ругательствами. Бек, в свою очередь, ласково охватал Джона за руку, после чего на ней оставались следы зубов. Но Бека тянуло в лес. Какой-то первобытный зов влёк его туда. Пока ещё он сдерживался благодаря любви к человеку. Позже появились друзья Джона – Пит и Ганс. Они втроём сплавляли брёвна в Доусон. Однажды Джон с Беком пришли в бар. И вот там одно быдло затеяло драку. Джон хотел разнять дрочунов, да сам получил по голове. Бек бросился на обидчика, чтобы перекусить ему горло. В общем, пса отогнали. Мужики в баре решили, что Бек имел основание напасть на человека. Поэтому пса не наказали. А уже осенью пришла очередь Бека спасти жизнь Джону. На реке, когда Джон был в лодке, а Бек на берегу, возникла опасная ситуация. Течение несло Джона на пороги. Он мог разбиться. Тогда Бек прыгнул в воду и подплыл к Джону. Джон ухватился за него, и собака поплыла к берегу. Джон не смог удержаться, и течение снова отбросило его. Он цеплялся за камень. Тогда Пит и Ганс набросили на Бека верёвку, и пёс снова поплыл к хозяину. Парни вытащили двоих. Они были едва живы. Другим разом зимой в баре мужики стали хвастать своими собаками. Моя сдвинет нарты с грузом в 500 фунтов, а моя в 600, а моя в 700. А мой Бек и тысячу сдвинет, – ляпнул Джон, – и пройдёт с ними сто ярдов. «Ставлю тысячу долларов, что не сможет», – сказал один мужик. Джон вдруг понял, что он сморозил лишнего. Тысяча фунтов – это ведь нереально. Но выставить себя перед всеми балаболом Джон не мог. Но и тысячи долларов у него не было, чтобы принять пари. «Джим, одолжи мне косарь», – попросил Джон давнего знакомого. Тот согласился, хоть и не верил, что Бек справится. Все мужики вышли на улицу, чтобы посмотреть на уникальное зрелище. Было чутка прохладно, каких-то минус 60. Полозья тяжеленных нарт примерзли к снегу, их сбивать не стали. Десять собак выпрягли из сани и впрягли одного Бека. Джон встал перед ним на колени, прижался щекой. «Ну, давай, дружок». Бек напрягся, раздался хруст льда. Полозья освободились и затем потихоньку нарты поехали. Они набрали ход и проехали нужное расстояние. Люди ревели от восторга, даже проигравший в пари тоже радовался. Джон плакал от благодарности верному другу. Тут же ему стали предлагать продать Бека. С выигранными деньгами Джон, Питт и Ганс отправились на поиски золота. Туда, куда золотоискатели редко добирались, а ещё реже возвращались оттуда живыми. По слухам, там было много золота. С собой взяли семь собак. Путь был долгим. Проходили месяцы, а они всё шли и шли по диким просторам. Наступила вторая весна похода. По слухам, нужно было найти старую хижину, у которой текла река с золотом. Но парни нашли какое-то другое место. Они остались здесь. За один день они намывали золотого песка и самородков на тысячи долларов, а затем складывали их в мешки. Работали каждый день, потому золота намыли очень много. Собаки лентяйничали, целыми днями валялись у реки и смотрели, как двуногие что-то в ней ищут. Во время этого ничего не делания в Беке снова заговорил зов его далёких предков. Он представлял, как ходит с первобытным человеком, который постоянно чего-то опасается. Бек мог проснуться среди ночи и слушать звуки леса, который манил его. Он слышал вой волка и побежал на него. Волк, увидев Бека, убежал. Бек помчался за ним и загнал его в тупик. Но нападать не хотел. Наоборот, Бек проявлял мирное намерение. Волк боялся, так как был в три раза меньше. Наконец, Волк понял, что Бек не враг. Они обнюхали друг друга, потом стали играть. Бегали очень долго, уже и солнце взошло. Бек чувствовал себя на своём месте. Внезапно он вспомнил про человека и побежал обратно. Два дня Бек не отходил от Джона, а потом снова зов напомнил о себе. Бек стал по нескольку дней пропадать из лагеря, ночуя где придётся. Он искал следы своего нового лесного брата, но не находил. Бек питался пойманной дичью, лососем. Однажды он загрыз медведя. Дремавший в Беке зверь вылез наружу. Он становился кровожадным хищником, обладая волчьей хитростью, умом матери-овчарки и понятливостью отца Синбернара. Однажды осенью Бек даже зарезал одного большого лося. Пёс очень долго выматывал огромного зверя, не давая ему отдыхать, есть и пить. Ждал, пока силы покинут лося. На исходе четвёртого дня Бек доконал беднягу. А затем побежал к хозяину. На подступах к лагерю Бек учуял чужие следы. Затем он увидел мёртвого овса со стрелами в боку. Затем ещё одну собаку, которая издыхала. У самого лагеря ничком лежал ганс с торчащими стрелами по всему телу. Увидев, что индейцы делают в лагере, Бек обезумел от ярости. С диким криком он бросился на них. Одному за другим он перегрызал горло. Испуганные индейцы не в попад стреляли в Бека из лука, бросали копья, попадали в своих же. А затем они сбежали в лес от злого духа. В опустевшем лагере Бек обнаружил Пита, которого убили ещё спящим. Затем по следам хозяина дошёл до реки. Джон лежал там. Бек понял, что теперь Джона в его жизни больше не будет. Ещё Бек понял, что убить человека оказывается очень легко, даже проще, чем другую собаку. Без стрел, копья и дубинки они беспомощны. Ночью Бек услышал в лесу вой волков. Теперь в этом мире его ничего не удерживало. Волки сами пришли на поляну, где их ждал Бек. Самый храбрый из них прыгнул к нему и погиб от одного удара. Ещё трое попытались победить собаку, но и их ждала та же участь. Наконец вся стая бросилась на Бека. Бек отбивался от них как мог. Волки ничего не могли с ним поделать. Когда они успокоились, к Беку вышел тот волк, с которым он тогда бегал по лесу. Они дружелюбно обнюхались. Затем подошёл старый волк. Тоже обнюхались. Волки завыли, а за ними завыл и Бек. Его приняли в стаю. Прошло несколько лет, и местные индейцы стали замечать, что порода лесных волков изменилась. А во главе их стаи бегал дух собаки. Бек периодически загрызал индейцев за то, что они сделали с его Джоном. Поэтому индейцы старались не бывать в той долине, где хозяйничал дух собаки. А он иногда приходил на то место, где в последний раз видел своего хозяина и в одиночестве грустил. Вот такая история, друзья.